Доброе утро, Бокертов! Сегодня отвечу на вопрос, какая связь между словами постельное белье и середина? Почему вы видите эти слова однокоренные? Для этого мы воспользуемся моим общесемитским корневым словарем и посетим гнездо, страницу, где представлены корни ю цади айн и образованный от него корень мем цади айн. Начнем с глагола. Я беру глагол мация. Мация. В современном языке это слово используется как предлагает, но изначально мация это стелит, расстилает. И обратите внимание, какая связь стелить и предлагать. Расстилается скатерть, например, предлагается что-то гостям. Пожалуйста, подходите, берите и так далее. То есть есть связь между предложением и словом стелить, расстилать. В слове мация, обратите внимание, первая буква ют, как это часто бывает в иврите, она выпала. Первая буква корня ют выпала здесь. И образовалась у нас однокоренное существительное маца с буквой айн в конце. Не путать с мацой, которая продукт, где буква гей последняя. Маца с буквой айн изначально в древнем языке это подстилка. То есть то, что стелится на землю. В современном языке это слово в значении подстилка не используется, но используется в значении настил. То есть техническое что-то. Например, если делают дорогу, прежде чем асфальтом ее покрыть, делается слой из песчано-гравийной смеси. И это тоже называется маца на иврите. Вот эта смесь. Потому что она как подстилка для дороги. И также в современном языке слово маца с буквой айн. Это политическая платформа. Но здесь уже связь с предложением. То, что предлагается избирателям. Политическая платформа партии. И теперь нам уже понятно, почему слово мацаим, то есть во множественном числе маца, мацаим, это постельные принадлежности. Условно это современные подстилки. Под словом мацаим в современном языке подразумевается набор, простынь, наволочка, пододеяльник. Все то, что связано с постелью. Все то, что связано с подстилкой. И уже от этого нового условно корня мэм цади айн образовано слово середина. Эмца. Обратите внимание, слово эмца тоже пишется с буквой айн в конце. Потому что оно происходит изначально от корня ю цадик айн. Новый корень мэм цади айн. Эмца середина. Середина. И теперь какая связь? Если мы задумаемся, подстилка, это то, что находится посредине между тем, кто лежит на подстилке и землей. То есть это то, что посредством среднее, посередине. И отсюда уже слово, обратите внимание, от слова эмца, середина, эмца и. Эмца и это средний или может переводиться как средство. Например, эмца и тахбура. Тахбура это транспорт. Эмца и тахбура средство передвижения. Отсюда происходит слово бэээмцаут. Бэээмцаут посредством. Например, они шолях михтав бэээмцаут адор. Я отправляю письмо посредством почты. И слова, которые нам могут пригодиться. Слово отца от глагола мацыя. Мы получаем существительное действие отца, предложение. И в современном языке также слово эцея используется. Но это не предложение, например, друзьям, предложение пройти к столу или еще что-то. А эцея это термин, который обычно ассоциируется. Есть спрос и предложение. То есть в теме товаров и услуг используется слово эцея. Как правило, не в обычной речи. Будем считать, что это технический термин. Обратите внимание, еще от корня мэмцадик эйн происходит слово мэмуца. И мэмуца это средний в значении среднестатистический. Например, маскорет мэмуцаат. Средняя зарплата. Среднестатистическая зарплата. Несмотря на то, что это слово выглядит как глагол. Глагол пуаль. В современном языке нет глагола пи эль. А в данном случае пуаль используется только как прилагательное. Я надеюсь, что это было интересно и полезно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах. Лей Траут. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok